Друзья, мы находимся на первом конкурсе красоты татуированных красавиц. Ток! И он стартует. Рядом со мной член жюри, красавица, модель, актриса театра и кино. Мы ее знаем по интернам и не только. Лидия Арефьева. Ура! Ура! Привет! Расскажи первый вопрос. У тебя есть татуировки на теле? Ну, такой, может, странный? Ну, если ты, конечно, есть такие, которые... Да, у меня есть одна татуировочка. То есть ты нормально относишься к людям, которые покрывают свое тело татуировками? Конечно, абсолютно. Тем более так модно сейчас. Практически все в татуировках, тем более они сейчас стали такими красивыми и необычными. Я отношусь... Ну, сама сделала, как я могу относиться? Позитивно. Ну, а вот такой вопрос. Сейчас многие профессии, они содержат запрет на то, чтобы ты делал татуировки. Ну, естественно, конечно, на видимых местах. Как ты к этому относишься? Вообще-то не дискриминация на самом деле? Татуированные граждане. Я просто объясню, почему. Потому что я как актриса, мне тоже нельзя делать татуировки на видимых местах, поэтому я татуировка. На невидимом месте. Потому что ты как актриса, ты должна перевоплощаться в разные образы. А если у тебя есть определенная татуировка, это как печать. То есть ты уже в определенном образе. И ты не сможешь сыграть там чеховскую девушку или, например, что-то из классики, если у тебя есть татуировка на теле. Это уже определенная печать. Вот Анжелина Джоли, она же вся в татуировках, но заклеивает и не видно. Ну, наверное, но если есть актрисы, которым не надо еще клеить, наверное, возьмут такую актрису без татуировок. Но это дополнительные просто усилия. Но, может быть, для какой-то звезды сделают и заклеят. Ну, как Анжелина Джоли, например, конечно. Ради нее можно покрыть ей все тело тональным кремом. Да, это на самом деле большой труд, наверное, и запариваться. Лучше проще взять девочку с чистым телом. Такой вопрос. Ты уже присутствовала в качестве члена жюри на конкурсах красоты. Да, я в свое время участвовала на таких конкурсах. Я не сомневаюсь, красавица. А теперь, да, теперь я уже на третьем конкурсе в членах жюри. И мне очень приятно, что мне доверили такую честь, как судить девочек. Хотя я думаю, что все девочки красавицы. Вообще красота – это настолько субъективное чувство, что… Вот, субъективное. Что для тебя важно в девушке? Что цепляет твой взгляд профессиональный? Должна быть гармония в девушке. Помимо внешней красоты, она должна быть умна, обаятельна, раскрепощена творчески. У нее должен быть какой-нибудь талант. И она должна как-то выделяться из всех остальных. Харизма, да? Обязательно, обязательно. А тебе помогли участие в конкурсе красоты? Как-то это повлияло на твою карьеру? Мне очень помогла хореографическая школа 10 лет. А дальше это уже пошло по накатной. Но это помогает проверить, насколько ты… Свои бойцовские качества, скажем так. Да, бойцовские качества – это немаловажно. Сталь должна быть, помимо красоты. Да, характер должен быть обязательно. Ну, это Лидия Рефева делилась своими секретами, как член жюри. И мы дальше посмотрим, кого же действительно выберет все члены жюри. Потому что решение единогласно. Это была Ирина Михеева, специально для канала «Шоу Вименс». Субтитры создавал DimaTorzok